Бежавшие от войны люди потеряли у себя на родине всё. Спокойную налаженную жизнь, обжитые дома и работу. И здесь, в Пинске, на новом месте им приходится начинать всё сначала. Собственно говоря, приезжают в никуда и без ничего. Поэтому обращаются к нам, мы помогаем, чем можем. Некоторые временно приезжают, посмотрят, что-то здесь не получается, уезжают дальше. Кто в Россию, кто возвращается назад в Украину. Сейчас в холодное время года особенно актуальны тёплые вещи. В дефиците мужская одежда и обувь, средства гигиены и, конечно, продукты питания. С прошлого года переселенцам выдаются ваучеры. На человека по 650 тысяч на покупку одежды и 1 350 000 рублей на продукты. К счастью, мир не без добрых людей. И среди пинчан нашлось немало отзывчивых людей. У нас добрые люди. И когда приходят с Украины, в Донецке, с Луганска, которые приехали, им говорят, здесь люди очень добрые, они готовы почти всё отдать. Они даже не ожидали, что могут так помогать. Небезразличный к чужому горю Виктор Сергеев, который всё это время оказывает максимальную помощь, стал свидетелем многих печальных историй из жизни переселенцев. И одна из них о голодном мальчике. Он голодный. Я ему дал три булочки. Я смотрел, как он ел. И он съел одну булочку, а две остальные не стал есть. Я вижу, идёт его мама. Она тоже отвернулась. И я видел, мне тоже стало страшно, что для такой степени люди иногда бывают голодные в наше время. Как оказалось, пинчане принимают активное участие. Каждый помогает, чем может. Будь то продукты питания или бытовая техника. Когда узнали, что я выполняю некие функции такого центра по сбору, ко мне понесли многие. Незнакомые люди стали звонить. Предлагали всё. Одежду, мебель, холодильники и так далее. Вообще не ожидал даже. Когда я увидел это обилие добрых людей, я понял, что нация сильна. Все, кто хочет помочь, могут обратиться в отделение Белорусской организации Красного Креста по адресу улицы Ольховских, 8. Вся гуманитарная помощь будет перенаправлена нуждающимся.